Набутов здесь. Экономика и финансы. Карл Маркс. Серьезно? Ты в курсе, да, что Карл Маркс просто экономистом был? Да ты что? Да, я тебе говорю. Анекдот такой, помнишь? За 120 рублей на зарплате сидел. Так, значит, я хотел только, я хотел начать с того, что сегодня без шуточек. Извините, извините, извините. Про огурцы и Карл Маркса. Опоздал ты, опоздал ты. Короче, значит, у нас масса, ну, сентябрь начался, сразу активизировал всякая разная новостная, в том числе, жизнь и жизнь наших всяких издающих законы и органов. Вот, поехали. Очень много информации. Итак, начнем с чего? Неожиданно я тут все переиграл. ЦБ представил буквально два дня назад четыре сценария развития экономической ситуации в стране. Базовый, оптимистичный, дезинфляционный, высокий потенциал. Это оптимистический сценарий. И два неблагоприятных. Проинфляционный, когда растет спрос, и рисковый, когда накладывается еще и глобальный кризис. Прогнозы представлены в основах направлений государственной денежно-кредитной политики на 25-27 год. То есть горизонт планирования три года. А, значит, базовый сценарий не предполагает значительного изменения геополитических условий до конца прогнозного горизонта. Ситуация будет развиваться по текущим трендам, без новых шоков. Введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохранится. Значит, я в этот сценарий совершенно не верю, это понятно, поэтому мы его рассматривать не будем. Это удивительно базовый. Я мне больше не будем рассматривать и два крайних сценария, то есть шоковый и очень хороший. Я предлагаю остановиться на наиболее вероятном. Это проинфляционный сценарий. Он представляется наиболее вероятным вот экспертом разнообразным. Ключевые вводные этого сценария следующие. Повышение расходов бюджета на льготные программы кредитования, сохранение высокого спроса на 25-й год и продолжение гонки зарплат в борьбе за сотрудников. Это мы наблюдаем повсеместно, серебряный дождь не исключение. Значит, и эту гонку придется совмещать с расширением производственных возможностей. Импорт в этих условиях, согласно ожиданиям ЦБ, будет скован повышением тарифов. Тарифов итогом может стать дефицит зарубежных товаров и услуг. Совокупность этих факторов существенно нарастит инфляционное давление. Это мнение регулятора. И в таком случае придется действовать еще более решительно, чтобы вернуть инфляцию к цели. При ее возрастании до 5,5% в следующем году ставку придется удерживать примерно на том же уровне, что и сейчас, 18%. Но уже к 27-м году она прогнозируется в диапазоне 8,5-9,5%. Это ключевая ставка. Экономику ждет абсолютная стагнация. 0,1% роста ВВП в 26-м году. А возвращение к уверенному росту произойдет не раньше, чем в 27-28 году. Это означает, что более высокая доля расходов на льготную программу приведет лишь к росту инфляции. Но не выпуска товаров и услуг в экономике. Что скажешь? Ну смотри. Скажу буквально следующее. Что вижу это как, в общем, достаточно маловероятный вариант развития событий. Но вообще оцениваю это как очень неплохой сценарий. Ну, во-первых, для рынка труда, обрати внимание. То есть ситуация выглядит неплохо. И пусть он будет проинфляционным. Но явно у нас зарплата выступает одним из драйверов роста этих самых цен. То есть в среднем реальная зарплата должна дорожать. И судя по тому, что у нас все-таки вот эффект, который был вызван сначала локальным всплеском спроса в рабочую силу. То есть плюс, соответственно, мобилизация частичная. Контракты, понятно, пришедшие потом. Он растекается по экономике. То все больше и больше домохозяйств могут получать выгоды от этого роста заработных плат. Что было бы неплохо. Помнишь, мы с тобой не раз касаемся эфира. Так товаров на них не купить будет. Или сложнее. Да, я тебе хочу сказать, что мы же уже видели дефициты времен советского периода. Деньги были у всех. На сбертишках лежало полно. А купить было нечего. Потом они все сгорели. А тут пар будет выпускаться. Поэтому хочу тебе сказать, что такого дефицита, какой мы видели 35 лет назад, не будет даже близко. Вообще не предвидится. Тот факт, что может быть в этих условиях спрос, поскольку должен продолжать ускоряться. Вопреки тому, что, обрати внимание, импорт у нас снижается к прошлому году. То есть по факту, обрати внимание, у нас сейчас импорт. И Минэкономразвитие, кстати. Мы сейчас дойдем до этого. А, ну вот, собственно говоря, подарит, да, видимо, прогноз. Так вот, импорт у нас к прошлому году падает. Мы с тобой это, опять же, в эфирах проговариваем. Например, из Китая тормознулся. Если раньше мы выходили на 11, даже можно было 12 рассчитывать. Помнишь, в конце прошлого года миллиардов долларов поставок из Китая в Россию? То сейчас мы топчемся под 10. И это еще восстановление после апрельских 8. Вот, если мы говорим о прямых поставках. Ну, судя по данным ЦБ, с остальными поставками картина не лучше. Поэтому я бы так сказал, что какой-то катастрофы я не вижу. То есть тот факт, что есть куда выпускать пар в виде роста цен, ну, раз у кого-то есть избыток денег. Ничего страшного, наверное, не произойдет. То есть я большой беды в этом сценарии не наблюдаю. Это относительно неплохое развитие событий на фоне того, что ожидаю я. Это раз. Вот. И там, обрати внимание, еще темпы роста все равно повыше, чем в базовом. Если в базовом у тебя, считай, в 25-м году там 0,5-1,5 у них заложены темпы роста. Да, и потом 2%. Это около рецессии. Это около рецессии в начале года. Потому что начало этого года очень хорошее. И поэтому, когда у тебя 0,5-1,5 по итогам следующего года, если ты так грубо прикидываешь, понятно, тут можно разные варианты порисовать, чтобы получилось чуть получше, но суть заключается в том, что, скорее всего, экономика должна, возможно, находиться в рецессии где-нибудь первые полгода. Представляешь, как в 25-го года, в базовом сценарии у людей. Вот в этом сценарии можно обойтись без. Поэтому я тебе хочу сказать, что он даже очень неплох. Дезинфляционный сценарий вообще супер. Я тебе хочу сказать, что я как смотрю на сценарии ЦБ, они вообще, мне кажется... Они сбываются? Вот по предыдущей практике. Ну, скажем, ошибка довольно высокая. Видишь, в чем дело? Чтобы сбылся сценарий или не сбылся? То есть во сколько показателей или насколько недалеко надо оказаться от каждой цифры? Как человек, который постоянно делает сценарии, хочу тебе сказать, что ни один из сценариев развития, сделанных мной, да, то есть никогда полностью не выполнялся. Но были отдельные эпизоды, когда, например, сравнивая с 30-40 альтернативами, сделанными другими, я находил, что, например, по 8 или 7, например, ну, более чем половины показателей, которые вот с нас собирали, я был лучшим. Вот такое бывало. Вот как бы, вот такое, ну, там, буквально считанные разы, понимаешь? Во всех остальных случаях где-то попал, где-то нет. Короче, экономисты, группа сказочников, понятно. Значит, поехали дальше. Все, отработали сценарий. Ты успокоил народ население. Все закончили. Слишком много новостей. Все успокоил. Все, все, все нормально. Хорошо, хорошо. Значит, вопрос про ставку. Ты обязательно сказал, что сегодня надо поговорить о ставке. Ставку, по всей видимости, опять повысит. С 18 уже до 20 процентов. Второй раз фактически за месяц. Да? Да, совершенно верно. Раз мы начали с ЦБ, то я думаю, что самое время проговорить про ставку. Смотри. Решил почитать разные документы, потому что мне было, если честно, непонятно, как регулятор будет действовать, и я не до конца понимаю, как сейчас правильно действовать. Статистики очень мало для того, чтобы принимать осознанные решения вот после того первого повышения, довольно мощного, которое произошло. Насколько оправданно второе, потому что мне кажется, там маленькое 0,25 делать бессмысленно, там 0,5, шаг должен быть значительным. Если повышение, то это 1% пункт или 2% пункта, как многие... Просто рынок говорит про 20%. Вот, вот, да. Я пока думаю, что может быть даже и 1% пункт мог бы быть скромнее, но штука в том, что кажется повышение, исходя из того, что вот я вижу, читаю в документах ЦБ, вижу в инфляционных процессах, сомнений у меня не вызывает. Поэтому, да, я тоже жду повышения. Было бы, опять же, повторюсь, тоже важный момент, глупо остановиться после столь резкого скачка в июле. Последствия его, думаю, достаточно очевидны. К вопросу, опять же, вот про сценарий развития. Не вижу я возможностей для очень позитивного дезинфляционного сценария, как назвал его ЦБ. И с остальными сценариями, вот предусматривающими рост, мне кажется, вот со ставками в 19-20% ключевой, очень тяжело, очень тяжело. А учитывая, что ЦБ еще и двузначными, их на ближайшие, там, до двух лет перспективу делает, я бы сказал, что... Ну, то есть деньги будут дорогими. Да. Ставки по дебазитам высокими, кредиты дорогие, экономика будет тормозиться, ну, остывать. Да, инфляцию, собственно, подавит в первую очередь остывание экономики, мне кажется. То есть тут цели ЦБ добиться может, но это будет сопровождаться скорее сжатием экономики, а вовсе не расширением, мне кажется, что очень оптимистично ожидать, что российская экономика сможет, так сказать, превозмогая себя, да, расти вот при таких вот уровнях ставок. По крайней мере, мои ощущения, да, совершенно вот не оптимистичны в части роста. А что с валютой? Смотри, вот как раз тоже не успел дойти в понедельник, подходил, видишь, долго. Короче, я объясню тебе, как мыслит средний обыватель, который, там, думающий, условно говоря, какое большое количество в нашей аудитории. Значит так, сейчас под 20% там взлетит ключ, можно же найти такие депозиты, мне туда бахнуть, или от греха подальше, засунку я деньги в проклятую западную валюту, и посижу, посижу, посмотрю, мало ли вообще все рухнет там через полгода. Ну, вот. Я тебе так скажу, насчет все рухнет через полгода, ну, наверное, это очень сильно, потому что часть... Ну, или обесценит рубль, специально, чтобы побольше рублей было в экономике. Да, я бы сказал так, даже специально, возможно, ничего делать не надо. У меня, кажется, есть ощущение, что в некотором смысле специально сейчас происходит удержание рубля на более дорогих значениях, чем он был бы естественным образом. Если мы смотрим на то, что нам дает таможня Китая, вот у нас есть данные уже по... Сейчас дадем. Сейчас дадем, дадим. По июлю. А, уже что-то есть. Ну, хорошо. И ЦБ в счете текущих операций за июль. То мы видим там, что у нас около нулевое сальдо внешней торговли с Китаем, которое раньше было положительным и сокращалось, но все-таки оставалось положительным еще вот в июне, например. И у нас отрицательная сальдо счета текущих операций. Не всей внешней торговли, а счета текущих операций. Это когда товары и услуги. Вот как бы по данным ЦБ. То есть, если мы верим в историю, а это в значительной степени правда, что экспортные и импортные потоки движут курсом, то еще в середине лета рубль должен был бы дешеветь. Но, как видишь, этого не происходит. Тут проблема в банковском секторе. Вот та история со свопами, безумно дорогими, с неготовностью покупать валюту. Похоже, в некотором образом регулирование, неготовность принимать риски, скажем так, брать на себя дополнительные риски банками. Они сейчас ведут к тому, что банки, похоже, не от счастья, а от боли, так сказать, и неудобства, организуют нам небольшой приток капитала, который сейчас балансирует, так сказать, отток средств по счету текущих операций и поддерживает рубль в более дорогом состоянии. Через некоторое время подстройка закончится. ЦБ очень торопит финансовые институты, не готов решать их проблемы. Это прямо в документах видно, они прямо сообщают это публично. То есть давайте, мол, разбирайтесь, нефиг тут на нас сидеть, нефиг вот этим всяким добром заниматься, заканчивайте. Так что через какое-то время этот приток капитала закончится, а сайдный счет текущих операций отрицательно не исчезнет. И если мы живем в парадигме, что экспорт-импорт движет рублем, то неизбежно импорт продавит рубль. И дальше вопрос, куда? Ну вот 100 рублей за доллар, мне кажется, вполне возможно. Я слышал 95-96 рублей за доллар по началу зимы. Скажем так, считается, что рубль переоценен. Я свой прогноз не меняю, мы с тобой раньше обсуждали. Я говорил, что не исключаю трехзначные значения в августе и сентябре, ко мне уже возвращаются, а где же? Ну вот как бы неожиданный для меня момент, связанный в общем с техническими больше обстоятельствами, то есть сочетанием, скажем так, риска и регулирования, которые похоже провоцируют банки на продажи иностранных активов и поддержание более дорогого рубля он закончится и будет. Так, значит, нас слушают умные люди и смотрят, кстати говоря, заходите к нам на silver.ru, если на Евгения прекрасно вы хотите лицезреть его. Там прямая трансляция на ВК. Доброе утро, нефть ниже 70 долларов. Евгений, парируйте, чтобы дальше ждать. Чего дальше ждать? Бюджет страны был сверстан на большом значении, на большем значении, если я не ошибаюсь. И консенсус прогноз, ставку оставит и повысит в октябре. Я, конечно, сталкивался с другим концентром прогноза, но тем не менее. Сейчас есть раздраи, очень по-разному, как бы те, кто комментирует ситуацию на рынках и кто рассказывает, что пора покупать акции, все говорят, что 20% уже в цене. Можете послушать, почитайте, это не проблема. Те, кому нужно как-то публично отвечать за свои слова, сейчас несколько стали поосторожнее, ну, кто отдают в основном прогнозы. То есть раньше ожиданий было больше, что 20, сейчас стали поосторожнее, у нас есть разнообразие. Да, есть взгляды, что не станут дождутся октября. Посмотрим. Это было бы более рациональным решением. Ну, чтобы не чистить. Но пока я исхожу из того, что логика, понимаете, цикл повышения, он потому называется цикл, что это не какие-то скачки, знаете, с кочки на кочку, с пенька на пенек с паузами. Вот, цикл повышения, он должен быть последовательным. Поэтому если вы в середине цикла сделаете паузу, а потом еще раз решите добавить, ну, как бы, ну, странный, что называется этот цикл, и очень тяжело поддерживать связанную коммуникацию в этом случае и правильные ожидания, да, то есть адекватные участников рынка. Поэтому в моем понимании, если есть ощущение, что в октябре должно быть еще повышение, и для этого может быть есть основание, смотрите, в августе у нас там первая новость, ипотека что-то пытается после июля опять отлипнуть. Чуть-чуть восстанавливается. Вот, это я бы сказал, ну, понятно, льготные программы, но тем не менее, ипотека, в моем понимании, и необеспеченное кредитование подтягивала вверх тоже, ну, потому что как, купил квартиру, меблировать, машину там купить, да, еще что-нибудь купить, ну, машина вроде обеспеченная, но тем не менее, еще что-нибудь, значит, обставиться, поехать отдохнуть, раз так все хорошо сложилось, и вот, пожалуйста, у тебя потянулось. Две-три карты, да, кредитных, соответственно, куча как бы необеспеченных кредитов по 30-й ставке с лишним, вот, и еще льготные ипотеки до кучи, вот, и весь в долгах, как в шелках. Вот, в моем понимании, эта история требует, да, реакции ЦБ, и вот если есть ожидание у участников рынка, что в октябре нужно добавить, то, значит, в сентябре нельзя остановиться, я вам так могу сказать, чтобы можно было последовательно поддерживать правильный градус, скажем так, ожиданий среди участников и их адекватную ориентацию. Мы видим, что с коммуникацией ЦБ сложно, и к неожиданным скачкам вот этим рынок плохо готов, то есть они плохо понимают, ну, они, мы, вот, поэтому лучше не тормозить, если есть ожидание, что в октябре добавляем один или два процентных пункта, значит, надо половину этого положить в сентябрь, половину в октябрь, и так будет проще и понятно. Нет, в данном случае ты прав, к октябрю реально будем в любом случае иметь 20%. Ну, про дешевейшую нефть, ну, скажи пару слов. Все очень просто, мне нечего парировать, как бы я говорил, возможно, если нет, то вот сейчас говорю в эфире, мы ожидать, я ожидаю этот год в части бюджетных финансов, в части прибыли, сильно отличающимся от прошлого года, в каком-то смысле полной противоположностью. Там сначала к концу шло улучшение, сейчас наоборот, сначала к концу идет ухудшение, и я ожидаю, что мы в конце этого года начнем активно обсуждать вопрос, как бы уложимся ли в 2 триллиона дефицита, а сейчас там какие-то смешные 331 миллиард по итогам августа, вот, и народ говорит, да вы что, вообще что ли, как бы, да нет, плюса не будет, можете не переживать. Вот, вопрос, какого размера будет минус, к концу года мы начнем обсуждать, уложимся ли в минус 2. Но самое главное, что мы начнем обсуждать, когда нам в октябре предложат бюджет, судя по всему, а какого размера будет дефицит там, потому что это снижение цен, в моем понимании, продолжительное, оно не закончится быстро, это не разовая, не в конце даже близко, так вот, мы будем обсуждать, помните, что мы в 23-м году в начале года там вот обсуждали, ты меня еще подстебывал, помнишь там, минус 5, минус 7, минус 10 триллионов рублей дефицит, конечно, ты там глаза надувал тут, все, 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 ты давал минус 7 с лишним, я это помню прекрасно, не да не, ты страшные вообще прогнозы рисовал, а вышел вообще пшет. Это мы обсуждали, по-моему, чужие, у меня, по-моему, минус 7, но я проверю, у меня же все записано, вот, как бы в циферках, я должен... Да, заднего-то не давай тут, не проскочь. У меня же прогнозы публично задаются, проверяемо, проверяемо, какого заднего, не помню, за собой 7 не помню, ну, надо проверить. Так вот, соответственно, все будем обсуждать в этом году про следующий, в конце этого года про следующий, там, как бы, упорно ходят разговоры, что за 40 триллионов окажутся расходы, а там 34 заложены сейчас, так, чтобы было понятно, как бы, что нам готовится. И вот, как бы, с теми ценами на нефть, которые я ожидаю на следующий год, с наполняемостью бюджета будет, прямо скажем, не шоколадно, возможно, хуже, чем в этом году в номинальном выражении. И что нас ждет тогда? Даже при трехзначном курсе у вас. граждан, ну, дефицит у тебя вылезет там за 10 триллионов. Нервный период, возможно, меньше пособий, больше налогов, обрати внимание, у тебя там тоже есть, вон, новости, как бы, да, давай покупаемся. Мы сейчас с ним придем, именно так. Так вот, неприятная история. Я совершенно согласен с тобой, обрати внимание, что ситуацию, при которой у нас нет в будущем шоков, вот этот базовый сценарий ЦБ, можно как базовую не рассматривать, в принципе, не было, как бы, за последнее время, причем так на секунду, с 19-го года, включительно года, без шоков у нас. Вопрос, какого масштаба и какой направленности, да, там шок прилетал. Но, к сожалению, большая часть из них, еще обратите внимание, были негативные, совершенно четко, а те позитивные, как восстановление 21-го, мы тоже часто воспринимали через призму негатива, ну, потому что логистика дорогая, все дорожает, беда, 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 мы растем, как бы, на 4 с лишним процента, беда, катастрофа, вот, ну, как бы, то есть, как-то даже так вот сумели. Так вот, мой прогноз... Какие же мы живучие-то, ребята, а я вот все думаю, когда слушаю, господи, так и за мою, на моей жизни, ну, ветераны апокалипсиса, вы, я, европейцы, страшным снес, я не мог представить, вообще того, что у нас тут, 98-й, 14-й, 16-й, такой, 19-й, 20-й, пандемия, это, тупо, матери божья, что-то все как-то работает, удивительно. Мир такой, я тебе хочу сказать, что мир впереди нас, вот это регионализация, деглобализация, вот это тот самый мир, который будет каждый год норовить нам всем, не только нам конкретно в России, но всем в мире, преподнести какие-то новые негативные сюрпризы, такова история. Все, период, как бы, комфортный, хорошей жизни закончился, его заканчивают своими руками, многие, соответственно, как бы, лидеры многих стран, в общем, под, так сказать, воздействием запроса своего населения и общества. Принято. Маленький нюанс. Мои ожидания по нефти. 45 по Юрлс, соответственно, к концу этого года, это будет среднее, наверное, 55, но мы где-то выйдем на около, там, 45. 45? Юрлс, Юрлс. А бренд 55. 55-60. 55-60. Ну, то есть это еще минус 15 долларов от текущих значений? Ну, как бы, извини. Ну, то есть это плохо. А как нефтяники будут жить вообще? Ну, нефтяники будут жить. У них же все срезают вообще, все, что можно. Смотри, да, нефтяники будут жить. На разведку, на поддержание мощностей в нормальном состоянии. У них же большие расходы. Совершенно верно. Урезание инвестпрограммы это раз. Именно. Это частично способ. Второй момент, ну, понятно, что рубль будет дешевле. И я тебе еще раз хочу сказать, что у меня нет иллюзии относительно, как бы, продолжительности периода, там, 90 рублей за доллар, условно, 90 и ниже рублей за доллар. Он случился, в первую очередь, из-за санкций против московской биржи и продолжает, как бы, сохраняться на, вот, как бы, доллар, да, там, условно, евро, да, ниже 100 на этих уровнях, в значительной степени из-за, ну, определенного стечения обстоятельств, связанного, там, с регулированием, как бы, потерянным аппетитом к рискам, что банки вынуждены избавляться от активов. Это все через какое-то время пройдет, а дальше, да, к сожалению, еще к вопросу угадать точку. Вопрос соскочить на максимуме, снять с депозитов, бахнуть в валюту, и, можно удвоить капитал за полгода. Сейчас ты отсиделся в 20%, там, три месяца, потом на пике, на низах взял валюты, и ты король еще, через полгода она рухнула, на рубль рухнула, и ты вообще в шоколаде. Но по поводу точек, не ко мне, да, я экономист, как это, я стратег, я стратег. Точка G, точка G, экономическая точка G. Я, в принципе, неплохо понимаю, что будет, я, к сожалению, как и большинство аналитиков, затрудняюсь с ответом на, когда конкретно, потому что хотят все, знаешь, вот скажи мне, час, день, а желательно еще и минуту, когда мне, такому вот бесценному, да, то есть нежелающему лишний раз подчас напрягаться, нужно проделать необходимые операции, чтобы срубить кучу денег. Ну, как бы, если бы были такие аналитики, я все понял, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Аналитиками они бы не были. Значит так, быстренько, про урезание расходов, о чем Женя уже в проброс нам рассказал, это нам светит, естественно. Ну, будут резаться там социалку, насколько я понимаю, некоторые, вот эти вот вещи. Есть статьи, которые будут так увеличивать финансирование, мы прекрасно понимаем, какие они, некоторые из них закрыты. Итак, государственное правовое управление президента, входящее в структуру президентской администрации, изучает предложение по оптимизации бюджета социального фонда России. В этом говорится в письме временно исполняющего обязанности начальника управления Сергея Пчелинцева, в адрес представитель федерации независимых профсоюзов России господин Шмакова. Оказывается, они еще живы, эти профсоюзи. Такая оптимизация, как следует из письма, может быть проведена за счет уменьшения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, которые исторически формируют значительную долю общих доходов пенсионного фонда и его преемника СФР. Объем этих трансфертов в отдельные годы составлял до 40% доходов пенсионного фонда. Основным же источником наполнения соцфонда являются прямые платежи, это страховные взносы работодателей, связанные с выплатами заработных плат. Среди предложений, которые упоминаются в письме ГПУ президента, использование профицитов фонда, накопленных в предыдущие годы, снятие ряда ограничений по расходованию средств обязательного пенсионного страхования, уменьшение через несколько лет льгот по уплате страховых взносов для некоторых категорий бизнеса. Теперь человеческим языком. Ну, все очень просто, смотри, временами в структуре даже не стал ковыряться, что у них там где, как бы извини, потому что большого смысла это не имеет, к сожалению. Смотри, временами, как бы при поступлении взносов, ну и использовании этих средств, там возникали и возникают профициты. Последний раз такое было, где-то там вот как раз... За счет чего? А, да просто взносов поступило больше. Смотри, есть согласованные трансферты из федерального бюджета, то есть ты выбираешь эти трансферты, то есть у тебя поступило взносов больше, чем ты заложил, да, то есть как бы тебе нужно заплатить, ну, как бы ты расплатился со всеми, в идеале счетная величина, хотя мы видели, как не всегда точно это считают, да, то есть как бы тот же 2005 год, да и не только, они там льготников теряли миллионами, вот, и тех, кому надо было платить. Но не суть. Суть в том, что у тебя есть определенные поступления, есть определенные расходы, есть объем трансфертов, и если поступление оказалось больше, а там часть из них имеют целевое назначение, то, как бы, ну что, получается профицит. Получается профицит, ты его какое-то время откладываешь, потом используешь. Вот, по-моему, до 7-го, 8-го, что ли, или как-то так, года в пенсионном фонде он копился этот профицит, потом раз, там, за несколько лет буквально исчез, если не за один буквально. Вот сейчас может быть тоже какое-то количество, там, в результате снижения числа пенсионеров, то есть образовался небольшой профицит. Вот, можешь не сомневаться, это несущественные суммы. Гораздо более существенные суммы это вот эти льготные режимы. У тебя же есть IT-компании на льготных режимах, у тебя есть, как бы, ИП, да, УСН. Да, да, да. Там же потрогали УСН, а страховые взносы еще не потрогали. Ну, подожди, соответственно, подожди, вот, как бы, там, прям, как бы, мне кажется, совершенно... ИП-шнички, если будут платить побольше, да? Ну, конечно, ИП-шничков достаточно много, поэтому, почему бы не запустить, как бы, волосатую длинную руку, да, в их карман поглубже, в конце концов. То есть, вот, сейчас тут с УСН немножко поковырялись. Вот, совершенно спокойно, там, да, 26-й год могут, да, страховые взносы подкрутить. Тем более, что стимулы в исполнении бюджета 25-го года до этого будут еще как. Цель снизить трансфер из бюджета. Спасибо, Евгений. Делаем короткую паузу. У нас еще масса интересных новостей, а бизнес-тема продолжит рекомендовать. Так, тут Константин, значит, я не знаю, что там, как бы, про собираемость налогов, а Константин хочет с меня долю. Константин, ну, нужно, это, чтобы участвовать в доле, надо же полезные услуги какие-нибудь оказывать хотя бы. Давайте, предлагайте нормальные, ценные. Обсудим. 10% моего гонорара повышенного хочет. Губа не дура. Так, повышение налогов обычно приводит к снижению собираемости. Это в расчетах учитывается, Игорь. Смотрите, Игорь, не могу вам сказать. Не могу даже близко, потому что видел, ну, то есть, теми данными, которыми оперирует Минфин, который, очевидно, имеет хороший доступ к данным ФНС, я-то оперировать не могу. Поэтому, что они там заложили, в записке, насколько я помню, про собираемость не было упомянуто. Ну, в той записке, которую распространяли СМИ, когда рассказывали, значит, про то, сколько чего Минфин хочет. Основная сложность сейчас какая? Очень много в цифре всего. И, в принципе, подавляющую часть собираемых налогов обеспечивают крупные компании. Они сами хорошо оцифрованы, и отчетность они, в общем, выдают в должном, так сказать, количестве, и в приемлемом, я так полагаю, до сих пор, несмотря на все упрощения и закрытости качестве. По крайней мере, кому надо, выдают. Ну, и плюс, налоговые имеют возможность много что отследить, потому что расчеты идут через банки, а банки, соответственно, все подают куда надо, более чем своевременно, полагаю, в должном объеме. Поэтому возможности оптимизировать налогообложение, ну, особенно в ряде таких прямых, как бы, вещей, вот, как вознаграждение труда, да, мне кажется, уже сейчас, они ограничены. С прибылью история другая. И там, как раз, возможности для финансового творчества немалые. И отделы корпоративных финансов многих компаний, так или иначе, в общем, хорошо натренированы на различные, так сказать, манипуляции, да, то есть в части финансов, которые могли бы корпоративному организму помочь упростить, так сказать, уменьшить, оптимизировать налогообложение. Но вот насчет, как бы, того, чтобы это было снижением собираемости, наверное, это неправильно называть. Просто, да, то есть постараются как можно больше, естественно, относить на прибыль, да, то есть каким-то образом, вот, показатель привести к более низкому значению. В это я верю. В это я верю. Ну, посмотрим, что там оценил, верно, недооценил Минфин. По факту, боюсь, судить будем только по факту. Прозрачности, открытости сейчас, как бы, экономической политики, оставлять желать лучшего, это не то слово, там можно оставлять желать лучшего в квадрате, если бы такая математическая операция была к этому применима. И лучше, к сожалению, не становится. Поэтому пользуемся, чем имеем. Вот, да, и более того, если вы обратили внимание, в понедельники я развивал мысль, ну, собственно, на базе статистики Росстата, да, что у нас прибыль крупнейших компаний как раз перестала расти, а с июня, то есть это еще даже не август-сентябрь, где мы сейчас находимся, и где картины, скорее всего, похуже. Так вот, с июня уже началась снижаться к аналогичному периоду прошлого года. Ну, как вы понимаете, раз у основных плательщиков, даже по Росстату, это, конечно, не ФНС, это не такая точность, но для приблизительных суждений этого достаточно. Показатели прибыльности стали похуже, то, в общем, собирать налоги с меньшей прибыли будет тяжелее, как ни крути, что бы ты ни делал. Вот, тут, мне кажется, в общем, экономические тренды, скажем так, еще начинают играть против аппетитов правительства, и Минфина в части доходов. Вот, вот что я вам могу сказать по поводу собираемости, прочего, да, и остального. Так, Дона Пабло, тут Дона Пабло ждут. Нас не ждут с тобой, Виктор Кириллович. Про нефть я проговорил, инфляция. Дона Пабло ждут на кухне. Обрати внимание, обрати внимание, там огурчики, огурчики для Дона Пабло, а то, что ты все время на огурчике сидишь. Принеси нам тоже, пожалуйста. Принеси тарелочку, принеси тарелочку. Ну, учитывая, что... Выберемся из студии, я бы не рассчитывал. Наши экономические огурцы только сейчас пойдут, подожди. Значит, инфляция. Устанем сидеть на них. Тут еще коллега, вот как раз, кто про нефть 70, говорит, инфляция притормозила в последнюю неделю, как по заказу. Да, да, да. Я хочу сказать, что, в принципе, это порочнейшая практика, обратите внимание, коллега, то есть ни в чем вас не обвиняю, просто, ну, к сожалению, как бы, вот за неимением лучшего, да, то есть большая часть, ну, прям очень большая, хорошо, больше я не буду, извините, но очень большая часть моих коллег, ну, в общем, скорее при поддержке, да, риторики центрального банка ориентируются на недельную подчас инфляцию для того, чтобы судить, что ЦБ будет делать со ставкой вот на ближайшем заседании. Сам ЦБ, обратите внимание, и это совершенно верно, в своих документах говорит, что в идеале изменения ставки растягиваются по влиянию на срок, там, ну, до полутора-двух лет. Это вот оценки самого регулятора, я подтверждаю их, у меня они такие же выходили. Через квартал, где-то в лучшем случае, начинает значимо проявляться на экономической активности, на основных макроэкономических индикаторах, вот о которых говорю я, о которых я смотрю, вижу, оцениваю, повышение ставки. И заканчивается это проявление, там, на горизонте от полутора-двух лет с момента этого повышения. Какая нафиг недельная инфляция, по-хорошему? Но, к сожалению, рынок у нас так смотрит, так судит. Это неправильно, безусловно, по 2 сентября. Оно случилось за счет плодовощной продукции в значительной степени. Типа, еще не огурцы, помидоры, точнее, уже не огурцы, помидоры эти дорожают, но у нас там еще яблоки есть, у нас там картофель, еще ряд позиций. Вот они обеспечили небольшое снижение. Как мерами денежно-кредитной политики побороться с ростом цен на огурцы, учитывая, что урожай уже... Ну, там, или со снижением ростом, помидоры, яблоки, неважно, что угодно. Учитывая, что урожай уже случился и предопределен, и все, и чудес тут уже быть не может, как вы ставку не крутите, вы или их посадили, удобряли, поливали, вырастили и собрали, или этого не сделали. Вот ставка в этом процессе практически никак на горизонте 3-4 месяцев вот этого нашего сельхозсезона активного, да, не участвует. Вот не могу вам сказать, точнее, могу сказать, никак известно, да, то есть, поэтому вот судить по инфляции на плодовощную продукцию, которая в последние месяцы в основном и определяет, что у нас там на ценах происходит, о том, что должно быть со ставкой, порочно, но рынок действительно так поступает, делает, ну, что я вам могу сказать, ну, беда, я вам хочу сказать, это неправильный подход, неправильное суждение, и, как вы понимаете, если вы руководствуете неправильными посылами, очень несложно принять неправильные решения и получить не тот результат, который ты хотел бы. Вот, как бы, как аналитик, вот так могу прокомментировать, а то, да, согласен, как бы формальная инфляция чуть вроде помогает не слишком агрессивно повышать ставку. Нам нас приглашают в Суздаль на День огурца. на День огурца. Присядем вместе. Медовуху из огурца. Давай-давай лучше медовуху из огурца. Не надо, не надо, соскакивать не надо, дружище. Вы тренируйтесь пока, разминайте. Виктор Кириллович, но ты обрати внимание, смотри, меня не приглашают, меня не приглашают, не знают, кто у нас основные любители. Мне можно прислать медовуху. Набутов здесь. Экономика и финансы. Ну что, мы продолжаем. Первые полчаса у нас были такие тяжеловесные, извините, касающиеся в основном денежно-кредитной политики, финансов. Сейчас немножко полегче пойдет, более прикладной характер будет. Новости носить и немножко международных экономических связей мы обсудим. Давай только я обещал два слова про наше сальдо торгового баланса внешнеэкономического. Да? Импорт-экспорт, все дела. Значит, по итогам 24-го года объем импорта в нашу страну ожидается почти на 30 миллиардов долларов ниже изначального плана. Это стало результатом массовых отказов банков проводить платежи западных банков, западных, зарубежных. Значит, это макропроднос Минэкономики. Согласно новым данным, в 2024 году в страну будет ввезено товаров на сумму 295 миллиардов долларов вместо ранее запланированных 325. Это означает не только снижение по сравнению с планом, но и сокращение импорта на 8 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Минэк также пересмотрел прогнозы на 2025-2027 год, согласно которым объемы поставок из-за рубежа России будут на 66 миллиардов меньше изначальных оценок. Это новые данные, хуже даже самых пессимистических прогнозов, озвученных весной. Главная причина сложности с трансграничными расчетами, вызванные вторичными санкциями США. Санкции работают медленно, верно, как водичка, куточат. После ужесточения американских санкций в конце декабря 2023 года многие банки Турции отказались работать с Россией, а китайские кредитные учреждения начали массово блокировать платежи. Позже к ним присоединились банки ОАЭ, Казахстана и Кыргызстана. Ситуация усугубляется тем, что с сентября крупнейший оставшийся в России иностранный байт Райфайзенбанк ограничил трансграничные платежи для российского бизнеса, что может привести к дальнейшему сокращению поставок одежды, обуви, текстиля, техники и всего остального. По данным Reuters, импортерам даже иногда российским приходилось вывозить в Гонконг золотые слитки для расчетов, например, с китайскими поставщиками. Да, 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 все верно. То есть, как бы, есть только, да, важный нюанс. Мне кажется, что с теми ограничениями вот в части получения импортных товаров, с которыми мы сейчас сталкиваемся, причем, обратив внимание, похоже, в основном страдают товары инвестиционные двойного назначения. Вот с 1 сентября, например, Китай ограничил разное там для дронов вот на экспорт, прям там широкий список разного добра. Так вот, это скорее, как бы, сдерживающий фактор инвестиций в Россию, то есть, мы не сможем ввести оборудование, запчасти, какие-то компоненты и прочее, потому что многое из оборудования как раз проходит по категориям двойного назначения. Разумно. Да, и это сдерживание развития и невозможность, простите, да, экономики расти скорее, да, а не дефицит на наших потребительских полках, потому что по большей части потребительских товаров их не трогают. Да, да, обратите. Просто платить за них сложно. Секунду, все равно платить за них сложно. А я тебе хочу сказать, что во многих случаях и не нужно. Мы с тобой уже это обсуждали. А, перезачет, понятно, понятно. У нас бартерная история почти. да, как раз. Нет, натуральный обмен. Тот же Владимир, помнишь, приходил как раз как бы в студию по понедельникам, он рассказывал активно, что прям активно растет индустрия взаимозачетов, когда у тебя, собственно, бартерная история, она не требует расчета в принципе, поэтому запретить расчеты можно, а ограничить импорт вот при таких условиях может не получиться по той простой причине, что, во-первых, если у нас... То есть мы там берем компьютеры, а они здесь газ. Вот и все. Совершенно верно, совершенно правильно. И у тебя происходит взаимозачет, тебе главное правильно это учесть. Все, работать история будет до тех пор пока, основная проблема здесь следующая, экспорт. То есть до тех пор, пока у тебя экспорт больше, чем твои импортные потребности, ты все, что нужно, сможешь себе на импорте позволить из того, что не запрещено. С экспортом есть определенные сложности. Вот там не написано в материальчике, а по-хорошему они должны были пересмотреть еще и прогнозы, ну, видим, когда прогнозы публикуют, прогнозы по экспорту. Он у нас не растет и сокращается. И снижение цен, и снижение физобъемов, это означает, что через какое-то время наши импортные возможности действительно это будет поджимать. Насколько это будет сказываться на нас, потребителях, это посмотрим. А внутреннее производство расти не будет, потому что не на чем делать, нет людей, нет технологий. Совершенно верно. И нет дешевых денег. Если да, если технологии есть, все правильно. Во-первых, у тебя около 20 ставка, она очень сложно для развития внутреннего производства. Это раз. А даже если она не около 20, то выше 10, на вяло растущей экономике, вот как то, что нам ЦБ обещает на трехлетний горизонт, это тоже многовато. Это раз. Второй момент. Сложности с оборудованием. Все правильно. То есть ввести нужное оборудование сложно. Здесь подавляющую часть его не производят. Можно сколь угодно пыжиться. К сожалению, ну просто мы не развивали этот сектор 30 с лишним лет. С какой бы стати, соответственно, мочь, все. То есть ни оборудование, ни денег, и дальше еще проблемы. Хочешь труд, так пойди найми, да? Фиг наймешь. Это тоже, да, большая сложность. Поэтому три фактора в совокупности не позволят нам легко и непринужденно замещать тот импорт, который не попадает, не может попадать в страну. Но обрати внимание, в основном речь идет не про потребительский импорт, а про инвестиционный, про то, что нужно для развития. Все понятно. Да, и с рабочей силой катастрофа абсолютно во всех отраслях. И плюс еще мы видим, что сильно подсели миграционные потоки, которые традиционно нас питали по понятным соображениям. Я так понимаю, что... Отношения, госполитика, не самые конкурентные заработные платы. Мы видим, что Средняя Азия поехала на Ближний Восток. Да, совершенно верно. Вместо России мы начинаем пытаться что-то найти в Северной Корее и в Африке, но это совершенно другое качество и культурно, и по компетенциям даже хуже того, что мы имели не самого лучшего из Средней Азии, скажем так. Ну, не важно. Главное, что еще тут важный момент же культуры. Обратите внимание, когда работают люди с людьми, это какая-то культурная сочетаемость очень важна, то есть взаимопонимание на уровне базовых привычек, то есть элементов поведения, работы, отношения к рабочему месту. Наша культура может быть не самая продвинутая, но тем не менее она все же существенно отличается от, неважно даже, допустим, от Северокорейской или какой-то еще, просто руководить сотрудником, который не понимает, чего ты от него хочешь, даже если он понимает все слова, которые ты произнес, довольно непросто. Режим управления вручную, ручной режим управления имеет свою специфику, обрати внимание. Помнишь разговор, анекдот про железнодорожников, когда два железнодорожника, старый опытный и молодой, сидят в депо, и вот приходят передвинуть состав с такими-то вагонами на такой-то путь, потом на такой-то путь, ну и каждый раз младший порывается, говорит, давай, 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 ну и поручен, подожди. Сиди, сиди. Да, да, да. Это знаменитое, на самом деле, новое, кино-новелл из фитиляющей, 70-х или 60-х годов. А, вот это откуда, это анекдот. Конечно. Ой, анекдот, хорошо. Кстати, да, молодой начальник проходит круг, возвращается, я надеюсь, к тому, с чего начал. Да, совершенно верно. То есть ключ заключается в том, что часто, в ряде случаев, эффективность, это когда тебе не надо делать то, что не надо делать, и ты знаешь, то есть только из предыдущего опыта, и как бы вот эти вот элементы уже засящего на подкорку культуры. Ты знаешь, что это делать не надо, потому что это пустые, бессмысленные команды, вообще непонятно, зачем дающиеся, вот, а есть дела, которые делать надо, и вот умение разделять между тем, что надо и что не надо, это, надо сказать, элемент культурного кода, который никакой приезжий так просто не освоит. Вот, и в итоге, да, понимаешь, да, то есть если ты вклиниваешь вот этих вот исполнителей, которые не понимают, вот этой особенности работы режима ручного управления, он превращается в сплошное вредительство, ну, потому что у тебя действительно гоняют состав между путями, а начальство не понимает, как так раньше управлялись за минуту, соответственно, а сейчас, как бы и за несколько дней что-то нифига не сработало, ну, потому что умение отдавать глупые команды, оно тоже не проходит моментально. Согласен. Кстати, про товароборот с нашим ключевым партнером, с которым мы повернулись лицом, но есть такое ощущение, что он решил нас обойти слегка и зайти с привычной стороны. Товароборот России и Китая за первые 8 месяцев 2024 года увеличился на почти на 2%, по сравнению с логичным периодом прошлого года составляет 158,5 миллиардов долларов, а импорт из России в Китай вырос на 3% с небольшим, это 86,5 миллиардов долларов, экспорт Китая в Россию 72 почти миллиарда и увеличился на 0,4% по сравнению с логичным периодом прошлого года, то есть у нас положительное сальдо в отношениях, причем заметно положительное, почти на 15 миллиардов долларов. Смотри, до июня было, представляешь, то есть у нас накопленным итогом еще, а нет, ну почему до июня, до, у нас уже есть, до июля, извини, до июля августовские цифры мы увидим завтра, пока еще не знаю, но вот до июля было, а дальше нет, к сожалению, в июле у нас уже почти один в один, то есть у нас экспорт немного просел, мировые цены снизились, и кое-где объемы, то есть поправились, а импорт дорос где-то, ну вот оба стоят на планке, чуть ниже 10 миллиардов долларов в месяц, и это уже хуже в ряде случаев, ну будет к концу года, точно хуже аналогичного периода прошлого года, так что у нас все улучшение касалось опять первого полугодия 23-го года, когда у нас все шло на подъем, все шло на подъем, все улучшалось, вот как бы вот эта вот позитивная сравнительная динамика закончилась, к сожалению, принято. Кстати, тем временем китайские банки вводят территориальные ограничения на открытие счетов локальным поставщикам, то есть их китайским поставщикам, которые работают с российскими импортерами, значит, они не позволяют китайцам эти санкции открывать счета, если поставщик пытается сделать это за пределами провинции, в которой он ведет свою основную деятельность, вот об этом пишут в ведомости. Мне сложно сказать наверняка, что это значит, но смотри... Просто краска маленькая. Да, я думаю, что фишка заключается в том, дело в том, что в Китае достаточно многоуровневая, банковская система, она посложнее организована, чем у нас, но самое главное, что там гораздо больше банков, и там есть полноценно работающие в значительном количестве региональные банки, и возможно, что их способность контролировать поставщика из другого региона крайне ограничена. Но они там не присутствуют, экономическую деятельность не ведут, то есть он счет открыл, а что он там делает, на самом деле, ты понять не можешь. Ну, и это вызывает определенные опасения, возможно, как у внутренних служб самого банка, которые занимаются контролем, так и у регулятора китайского. Ну, мало ли кто чего гонит, а потом за это санкции прилетят. Давайте-ка, чуваки, типа, поспокойнее. Поэтому я полагаю, что вот с этим связана история, что у тебя региональный банк, региональный производитель, в идеале, ну, в идеале понимает, чем занимается, куда поставляет там игрок, что за товар уходит. Вот, как бы так спокойней. Так, хватит коверкать русский язык. 20-я ставка, ну, что за дичь? Говорите, нормально, Евгений, хватит вашего новоязва на радио. Я не знаю, 20-я ставка. Ставка 20%. Евгений, контролируйте себя. А, это, типа, не русский. Послушайте, ну, невозможно прокурора заставить, или там, работника царной системы заставить разговаривать грамотно. Это невозможно. Есть профессиональная деформация. От контента экономиста. Я тебя прикрою. Я на твоей стороне. Да, спасибо большое. Мне как носителю языка ошибка здесь не очевидна. Я имею право на вполне понятный сленг. И как носитель языка в этой части, оставаясь, так сказать, внутри правил, надеюсь, все-таки приблизительно русского языка, известных, по крайней мере, мне, я могу позволить... Братан, ты не возбуждайся так. Ну, что ж тебе пальчик покажешь, что ты ведешься. Мне кажется, это правильно. Знаешь, как бы у нас появилось и если мы будем как бы вот так вот ретроградские еще... Квадробер знаешь, что такое? Да, я недавно узнал. Это, похоже, те, кто пытаются пародировать животных. Да, ну ладно, хорошо, ты в теме. Их решили запретить. Их решили запретить вообще поставить вне закона. Судя по всему, это произойдет совсем скоро. Так, не для эфира. Зачем деньги возить? Кто-то покупает, тот продает. Деньги фактически могут не ходить через границу. Все можно устроить даже без использования крипты. Не для эфира. Женя об этом и в эфире рассказал. Так оно и работает. Да, да, я так понимаю, что это как бы в общих чертах не вижу никаких проблем с обсуждением этой темы. Как я понимаю, последние годы это тренд, это тренд в расчетах, если можно так сказать. Все верно, расчеты проходят без непосредственных расчетов. Взаимозачетом в существенной степени. Пока экспорт это позволяет, ну в том объеме, в котором, вот так правильнее говорить, экспорт это позволяет, это будет сохраняться. Запретить это практически невозможно. Возил северокорейских рабочих, никакой ассимиляции, они еще легче китайцев. Страх работать умеют. Константин из Нью-Нью-Новгорода, ну известно про северокорейцев, чьи зарплаты уходят прямо в северную Корею, им откидывают по чуть-чуть, они живут фактически в полулагерных условиях здесь. Так далее, ко мне обращались с предложением наладить экспорт, импорт, точнее, рабочей силой из Камбоджи. Так. Но российский зарплат, ну совсем черно-рабочая сила, российский рынок не конкурентоспособен уже. С этой страной, которая 10-15 лет назад была страной за доллар. Вот так. Вот так вот. Ну и плюс климат, холодно, далеко, дорогие издержки по привозу, оформлению документов и так далее, и они предпочитают тот же Китай, Вьетнам, соседние страны. Вот. Я хотел обратить внимание, что... Обсчитывал, я обсчитывал эту историю. Да, да, я тебя понял. Вот говоря про северокорейских рабочих, я имел в виду не их уровень производительности, а именно интеграцию в систему управления. То есть, я вам так могу сказать, не всякая работа идет в зачет полезной работы. Если вы помните уроки школьной физики, например, то человек, стоящий на улице, на месте, держащий сумку, не выполняет работы. Короткая пауза, ребята. Вернемся через 3 минуты. Поговорим про загнивающие Соединенные Штаты и вообще Европа. Просто там катастрофа. Так, ладно. А я пока могу вот тут вот Алексей из Мытищ. Пропустили комментарии. В гостях у сказки, значит. Это, видимо, по первой части, когда ты решил рассматривать сценарий ЦБ. Ох, как хочется через годик-два Евгению дать послушать собственные оптимистичные речи. Ну, запишите, Алексей. Я вам так могу сказать. Поскольку я публично комментирую что-то происходящее в российской экономике уже, наверное, 20 лет уже с малым даже будет. Вот так вот. да, то есть более 20 лет, то я неоднократно слышал и свои собственные предыдущие высказывания, читал материалы, и мне это предъявляли, что называется, я не против. Я за свой базар, надеюсь, это идет за счет русского языка, отвечать готов. Я не вижу, да, не вижу ничего крамольного, чтобы я такого сейчас сказал, вот, ну, в контексте, по крайней мере, как бы того, Жень, короче, за базар надо отвечать, вот что я, давай мы будем фиксировать твои прогнозы, ты будешь говорить, вот за это отвечаю и выставлять тебя на бабки. Не, не, подожди. Потому что люди тебя послушают, они принимают какие-то на основании твоих комментариев и не только твоих, других экономистов, стратегии, поведение, потом они прилипают на бабос. Так, так. Понимаешь, и получается, ну, нет, нет, нет. А если зарабатывают, вот в конце прошлого года? А если зарабатывают, то и хорошо. Просто человеческое счастье тебе плюс в карму. Нет, 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 мы так не играем. Не, 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 не. Вот это плюс в карму, это все, конечно, безусловно, хорошо, но, знаешь, я человек опытный и хорошо понимаю, что плюс в карму на хлеб не намажешь. Есть у него такой вот неприятный нюанс, и еще много чего полезного и нужного в жизни с ним не сделаешь. Например, ребенка за плюс в карму тоже не выучишь. Поэтому, если бабос меня, то бабос и мне. И причем, учитывая, что я принимаю на себя невропорциональный как бы тем, кто предлагает спор риск, это вот, помнишь, по поводу цифр, когда ты там 5-7, есть, ну, мне в свое время научный руководитель рассказывал анекдот. Ну, как раз, есть же, да, время, пару минут-то, вот. Значит, всемирная там, там, ну, как бы, конференция, значит, всемирных метеорологов, ну, и каждый, значит, служба, там, представители каждой службы встают, хвастаются, значит, рассказывают, что как. Вот, и такие французы, значит, начинают выступление, говорят, вот, мы там используем, как бы, систему сложной вычислений, там, на компьютерах, и у нас точность прогноза 48%. Вот, встают американцы, такие, значит, начинают, рассказывают, вот, что у нас там суперкомпьютер мы запустили, мы переписали программное обеспечение, 15 спутников висят на орбите по всему земному шару, у нас 49,5% точность прогноза теперь, то есть мы думаем, что мы лучшие в мире. и тут выходит, значит, да, представители русских, у нас Петрович есть, да, да, ну, неважно, выходит, значит, условный Петрович и говорит, а у нас 50,5%, у нас нет никаких суперкомпьютеров, вот, мы вычисления проводим на коленке, на бумаге, спутники нам вообще нафиг не нужны, вот, как, как, как все повыскакивали, что, как у вас так получается, мы просто смотрим, что говорят американцы, и говорим наоборот, вот, вот фишка, фишка, вот у него, вот как бы, да, 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 смешно на первый взгляд, но смотри, у него это было в контексте предмета, смотри, в чем дело, как бы, из чего состоит метеропрогноз, это набор конкретных показателей, то есть, как бы, будет такая-то температура, там, такой-то ветер, такая-то влажность, такие-то осадки, ну, и там, какой-то набор параметров, сказать наоборот, к этому, как, что, будет плюс 25, ну, скажи мне наоборот, какая у тебя будет, да, прикинь, то есть, фишка заключается в том, что когда с одной стороны, это вот сейчас мы приходим, как бы, к проблеме, то есть, очень легко наехать на того, кто прогнозирует, потому что, как бы, хотят все конкретных цифр, конкретных показателей, вот, но фишка в том, что в идеале, как бы, эти показатели, ну, как бы, из огромного количества значений могут быть выбраны, и поэтому вероятность попасть, базовые знания статистики, да, то есть, здесь вместе с Евгением Надоршиным, экс-советником Набиулиной и Белоусова, нашего нового министра обороны, и, соответственно, ведущего аналитика ПФ Капитал, Жень обещал про катастрофу в Соединенных Штатах, Америка становится банкротом, из-за процентных платежей по государственному долгу, заявил американский предприниматель Илон Маск, в соцсети Икс, у нас запрещенное, опубликованное в большой, большой интервью, Америка стремительно банкротится, значит, что, подчеркнув, что процентные платежи по госдолгу США уже превысили сели оборонный бюджет, бюджет Министерства обороны, это очень большой бюджет, это почти 1 триллион долларов в год, кроме того, Маск заявил, что в случае победы на выборах президента США кандидата от республиканской партии Трампа, появится возможность сократить долги и, самое главное, сократить состав правительства. Маск также согласился отвечать за аудит правительства США в случае победы на выборах. Я создам правительственную комиссию по эффективности, которая будет порочен провести аудит всего федерального правительства и расходов правительства, дать рекомендации по радикальным реформам. Илон согласился возглавить ее, заявил Трамп. Вот, сейчас, на данный момент, госдолг США составляет 35 триллионов долларов. 35 триллионов долларов. Когда-то, собака, это закончится, печатание этой бумаги ничем не обеспеченной. Ну, видишь... Порочный этот круг. Я тебе хочу сказать, что фраза ничем не обеспеченной, она неплохо звучит там от нас, да, ну, как бы... Сейчас идеологически, да, и по факту, да... По факту это так. В общем, на другой стороне баррикад. Нет, 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 потому что у нас такая же ничем не обеспеченная бумага, прикинь. То есть, как бы, просто их бумагу берут другие, а наши учеты не очень. Прикинь. То есть, как бы, принципиальная разница... Красители. Возможно, возможно, краска не та. То есть, принципиальных отличий между той бумагой, которую печатает наш ЦБ, и даже не бумагой, электронные деньги в основной своей массе, их, федеральная резервная система, это нет. Базовые принципы вот современного денежного обращения, они одинаковы, что у них, что у нас. До тех пор, пока те, кто берут и пользуются их бумагой, верят в возможности там, американской экономики, и как результат правительства только так, то есть, правительство само по себе не может ничего без экономики. Расплатиться по этим долгам, эта бумага будет, так сказать, печататься, будет обращаться. Я тебе хочу сказать, что посыл очень здоровый, очень хороший, безусловно, мне нравится. А зачем вам сокращать расходы? Вот я посмотрел дебаты вчера Харрис с Трампом, Харрис там, ну понятно, что у каждого свои избиратели, они бьются за значительную часть промежуточных людей, которые должны выбрать им там низкие цены, условно говоря, или повышение эффективности экономики, который может по их зарплатам там ударить потенциаль, и повышению налогов, Трамп предлагает повышение налогов. А Харрис говорит, нет, наоборот, мы больше будем раздавать и меньше налоги сделаем. Вот я тебе хочу сказать, что... Это и то, и другое такой определенный популизм, но... Да. Я тебе хочу сказать так, что пока, вот исходя из того, что я прочел, не у интерпретаторов, обратите внимание, чем больше вы читаете интерпретаторов, тем больше вы обречены на то, чтобы заблудиться. К сожалению, сейчас очень многие политизированы и имеют повестку, за которую платите не вы. Вот. Лучше смотреть хотя бы цитаты или просто посмотреть первоисточник. Я пробежал цитаты, и я хочу сказать, и вот плюс эти заявления Маска мне очень ложатся. Сейчас вообще Трамп, мне кажется, чуть более адекватен, да, в части предложений. Другое дело, что у нас есть история поведения этого человека, где он говорит, одно делает другое. Повестка Харрис мне не нравится. Да нет, вопрос, что ближе общества. Трамп предлагает сейчас радикальные меры, чтобы потом было лучше, Харрис предлагает сейчас раздать бабки, а что будет потом, не так важно. И Трамп, и Байден, и, видимо, сейчас Харрис тоже как бы идет с такой повесткой. Они на самом деле в основном увеличили дефицит бюджета. Никто из них в снижении его не преуспевал и не преуспел. И в этом смысле вот, ну, как бы дальнейший рост действительно вызывает у меня определенные опасения. Я бы предпочел, чтобы Соединенные Штаты Америки его начали аккуратно сокращать. Это было бы лучше даже для них. Нет, небольшое, нет, большое. Дело в том, что чтобы потом... А сколько они могут его растить? Каждый год, вот принимая специальные решения, принимая самую лечение бюджета? Очень сложно сказать. До 50, триллион 150. В зависимости от обстоятельств, ну, как бы, может быть, действительно, в половину нарастить текущие долги еще можно представить, но это будет уже очень тяжело и очень дорого. Что будет, если Америка станет банкротом? Я предлагаю тебе взять такую тему в одной из своих программ по понедельникам. Ребята, спасибо, до завтра, пока.